Субтитры сделал DimaTorzok Почему-то еще не доехали И сегодня мы должны были и то и другое распаковать А обзор полноценный будет, по-моему, 5 ноября Так что возвращайтесь, подписывайтесь сейчас, кто новенький смотрит Чтобы не пропустить, мы по красоте все сделаем PlayStation тоже, конечно же, в пути А ножик я забыл взять Ну, мы же говорили, что пропадает некоторая магия, да? Потому что раньше российские представительства ничего не получали То есть они были в стране, но они не получали консоли заранее На наш рынок вообще по барабану было Сейчас все более-менее организованное Поэтому мы все заранее получаем А раньше был целый челлендж Ну, вы знаете, за PlayStation 3 я ездил в Японию Потому что в Америке на месяц позже она запускалась А в России вообще А PS4 мы раздобыли в Америке первой Потому что в России на неделю позже было Теперь ничего этого не нужно делать, несколько скучнее Но эти ковидные времена, с другой стороны, может так и лучше Итак, что у нас тут на коробке? Вообще тут у нас, я сход должен сказать Кстати, важная вещь, это вот этот Зачем-то Microsoft этот пиар-странную тему затеяли 120 FPS на консолях Ну, я надеюсь, вы понимаете, что на 120 FPS это в старых играх Может быть, киберспортивных, может быть, в Индии Но никак не в супернавороченных графических, это первое Второе, что вы должны знать, что 120 FPS Это же все через HDMI кабель И это только HDMI 2.1 Соответственно, новые консоли HDMI 2.1 поддерживают Но для этого вам нужно, чтобы телевизоры 2.1 поддерживал И у вас еще кабель был, который может пропускать По-моему, нужно 48 гигабит в секунду, чтобы он пропускал Они сейчас достаточно дорогие Но я думаю, в комплекте один такой есть Давайте открывать Вот, поддержка, разрешение 4К и частоты до 120 кадров в секунду До 120 кадров, а здесь просто 120 кадров Ну, я надеюсь, что моя аудитория все-таки одобряет Поддержка 8К HDR Xbox Velocity Architecture SSD объемом 1 ТБ Переменная частота Обновление экрана И 4К Blu-ray поддержка Внутри, да, написано Ultra High Speed HDMI Cable И Game Pass, соответственно, тоже какой-то пробный у нас в коробочке будет Power Your Dreams хороший, кстати Он назван в какой-то веке у Xbox Типа, запитай свои сны Видите, как оно запаковано? Собственно, вот наш коробокс А по-другому теперь и не скажешь Не беспокой, для геймера так вот повесил Не входите в мою комнату Здесь играют на Xbox Ну, наверное, да Вот так оно, в общем-то, все выглядит Язычочек потянули Штучку убрали Понимаешь, убрали штучку И вот он, монолит Нет, все-таки, все-таки есть кое-какое мандражек Прикольно Блин, люблю новые вещи Хоть это с возрастом все менее торкает, но Бля, извините И, наверное, в первый раз устройство это Microsoft Ну, не, не в первый Xbox One X уже был такой Не вызывает никаких вопросов, так скажем То есть, ну, действительно, там Мне 360 в свое время очень нравилось Но он все-таки такой На любителя Но Xbox One X обычный был, ну, такой себе А вот дальше у них с промдизайном И вообще совсем пошло гораздо-гораздо лучше И Series X, конечно, он не вызывает, наверное, у меня сейчас какого-то там трепетного восторга Но это очень приятно сделанный красивый девайс Который, ну, не будет отсвечивать особо в вашем интерьере Вы, наверное, его спокойно куда-нибудь в полки задвинете Но при этом вот эта часть мне очень нравится Очень красивая Еще прозеленили, так сказать, вот эти внутренности И все прям по красоте USB-шечки Чтобы винты в том числе можно было подключать Storage expansion Slot Ethernet HDMI out HDMI in Больше нет Ну и, наверное, слава богу, сколько вы раз этим пользовались? TV, 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 а? А? Метрик Сколько раз мы пользовались этой функцией? Дон Метрик Дон у нас с золотым парашютом Здесь еще, видите, еще одно USB Хотя вот, на самом деле, я понял, что мне минимум два USB И спереди консоли нужны По итогам последнего поколения Очень часто приходится что-то в них втыкать Да, я замечу, что здесь вот есть ножички Можно вот так и на бок поставить Но вот это уже, я думаю, многие обсуждали Мне это тоже кажется странным Что когда она стоит на бок Нельзя снять вот эту штуку Ну, она явно не мешается Я не знаю, почему многие ругали Типа кнопочку Xbox На самом деле Вполне себе приятненько Ну и дисковод Дисковод звучит по-другому Сегодня мы разбирать ее не будем Да и вообще, наверное, я не фанат, знаете, тиринг, видео Я люблю пользоваться И это у нас, естественно, будет один из рабочих инструментов Мы, наверное, еще будем докупать Xbox и второй, и третий Просто потому, что на студии где-то надо три штуки По каждой консоли Поэтому мы, кстати, очень рассчитываем на S Потому что в каких-то случаях S типа сойдет Так что ждем Microsoft На самом деле очень интересно посмотреть, на что способна S Слабенькая она все-таки Или для тем, кому нужен 1080, типа сойдет Теперь, что вам ждать? В ближайшее время должны сейчас выдать контент Там, по-моему, 30 игр на старте Соответственно, ждите видео По тому, во что поиграть на Xbox Посмотрим на интерфейс Насколько, если помните, оригинальный интерфейс Xbox One Был ужасен и доставил много более Очень интересно, что же Microsoft здесь выдумали Про это поговорим Ну и вообще, в целом, обзор, впечатление, производительность Все это мы будем готовить в ближайшие дни для вас И еще, конечно же, приедет серия S и PlayStation 5 Мы тоже ждем в самое ближайшее время А выйти у меня еще здесь какая-то штучка стоит Ох! Это Watch Dogs личность И я вчера ее прошел И она очень хорошая Это первый Watch Dogs, который я добил до конца При том, что мне предыдущие, в принципе, нравились Первые особенно И все равно я ее до конца не добил А эту добил Так что мне очень понравилось Так, слушайте, кабель очень прикольный И он такой прям Суровый я бы его назвал Вообще, с кабелями задница Потому что вот этот HDMI 2.1 Который передает до 48 гигабит Он там получается очень дорогой И если вам нужен будет длинный кабель То приготовьтесь, он встанется в копеечку Почему? Потому что просто медный кабель уже не сделан Такой поток данных он не потянет Нужно туда встраивать производители оптовое окно Если делать длинный кабель Короче, это получается дороже, чем мы привыкли Так скажем Так И похоже у меня, блядь У меня проблема У меня настолько чувствительные руки Что я не могу трогать персики Ой, блядь Сука Что же вы Блядь И вот это все Они сделали вот это покрытие И на курках оно тоже Что я его просто Меня прям Все тело пробирает Я не могу его взять А так он ничем не отличается от предыдущего На самом деле все обратно совместимо Можно брать от Xbox One Контроллер И юзать Вот крестовину они сделали Типа как в элитном контроллере Но на самом деле Если вы хотите лучший контроллер Для Xbox Надо брать элит Реально очень крутой Он стоит, правда, тоже круто Но Мне он очень нравится Единственное, что там какой-то дефект нашли Он со временем очень ломается На самом деле отличие минимальное Видите, крестовина теперь другая Вот больше на элитный контроллер походит Что, наверное, круче для тех, кто играет в файтинги Точно Вот здесь появилась кнопочка Share Они такие, типа Ну да, Share был хорошим ходом с Sony И сделали кнопочку Share Ну и USB Type-C Вместо micro USB 3.0 Это очень радует Потому что меня этот микроразъем просто бесил всегда USB Type-C лучше Явно лучше сделаны бамперы Потому что здесь бампер Вот это прям Материалы были похуже в старом И мягче курки ходят Вот Ну они Кто это сделал? Зачем это было сделано? Не, это правда проблема То есть Неужели я один такой чувствительный? Нет, но Это косяк, ребят Это Вот это косяк И как его не обнаружили? Что у всех как бы Не такие чувствительные руки? Вот По-прежнему у нас батарейки Что меня на самом деле радует Конечно Очень неприятно Чувствуешь себя каждый раз Когда батареечку выкидываешь Таким Environment Все дела Но с другой стороны У меня нет этой проблемы Что Люди говорят Вот на PlayStation Аккумулятор отстроен И нужно постоянно Джостик разряжается Нужно второй запасной иметь Ну вот для меня это не проблема У меня всегда один заряжается На другом я играю Хотя конечно батареечки живут Дольше Спасибо за просмотр Есть еще полная версия Стрима распаковки Где чуть больше размышлений Про судьбу Xbox И индустрии Но правда Там со временем появляется Рассинхрон За который я извиняюсь Ну а в остальном Увидимся 5 ноября На полном обзоре Xbox Series X Ну и про PlayStation 5 В ближайшее время Самое ближайшее время Тоже услышите С вас лайк Колокольчик И конечно подписывайтесь Если еще этого не сделали Чтобы не пропускать Все самое интересное Счастливо Любой каприз За ваши Лайки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok